Freedom FM. Русскоязычная радиостанция Америки. Если вы перестаёте чем-то пользоваться, это что-то неминуемо отмирает. Жизнь, свобода, правосудие, конституция и даже отдельные части тела. Ток-шоу «Без паники» с Юрой Дашевским. В четверг в 4 на Freedom FM. 104,7. Здравствуйте, дорогие друзья. Я в эфире, наконец, я соскучился так за всеми вами. Я вас не вижу, но я представляю себе, как вы сейчас отбросили все свои дела, отложили их в сторону и приникли к радиоточкам, чтобы услышать то, что вы обычно ожидаете услышать в 4 часа вечера по четвергам. Без паники, дорогие друзья. Да, это название становится иногда более актуальным или иногда менее актуальным, но сегодня оно актуально. У нас в гостях человек, которому я очень рад рапортовать о своем заступлении на вахту. Это капитан первого ранга ВМС США, в отставке, наш дорогой друг Юра Табах. Юра, привет. Привет, привет, теска. Юра, рад вернуться, рад, что у тебя нашлась возможность с нами увидеться, услышаться здесь. Мы тебя видим через средства массовой и электронной коммуникации. Ты во Флориде. Я тебя не вижу. Я знаю, что ты меня не видишь. Мы тебя записываем просто для нашего архива, для наших целей. Мы пробуем новую систему. Друзья. В архив пора. Юра, в архив не пора. Нет, архив это... Я тебе расскажу потом, зачем это нужно. Зачем людям нужны архивы. Короче говоря, Юр, ты один из самых популярных сегодня людей, работающих на русском языке, в эфире, на YouTube, в украинском эфире. Это бесконечная производительность, бесконечная неутомимость в том, что ты хочешь втолковать всем, кто тебя слушает. Это суть происходящего в Украине для тех, кто еще этого не понимает. И надо сказать, что ситуация очень текучая. Масса людей вдруг поворачивается, ну, скажем так, не спиной к Украине, но боком. В частности, например, римский папа Фрэнсис сказал, что НАТО виновата в том, что оно спровоцировало Россию на подобные агрессивные действия. Ты был руководителем штаба НАТО в России достаточно долго, поправь меня, где я ошибся. Но скажи мне, у тебя есть такое впечатление, что можно спровоцировать Россию на подобные действия? Были ли какие-то подвижки в этом плане, когда ты находился в России? Ну, также Россию. Я не понимаю, как НАТО может вообще спровоцировать кого-то на что-то, потому что НАТО, в принципе, это оборонительная организация. Только для обороны. Если только на тебя напали, то НАТО тогда должно включиться и работать. Но Россию я вообще понять не могу, потому что они ездили на натовских машинах, пользовались натовскими телефонами, ездили отдыхать в натовскую страну, в Турцию. Все включено. Лечились, учились, пользовались компьютерами. Все было натовское. У них лекарство, зубная щетка. И вдруг НАТО их спровоцировали. Что такое НАТО? Сами до 2005 года хотели вступить в НАТО. Но потом риторика быстро поменялась, потому что у власти надо оставаться. Дела идут не очень хорошо. Надо иметь врага внешнего. Вот внешний враг появился. Теперь нужно как-то бороться с этим врагом. Вот начали войну с этим врагом. Борются с этим фашизмом. Потому что окружены кругом врагами. Все отдадим. Все вот это натовское нам больше не нужно. Лишь бы НАТО не было у границ. Но теперь границы увеличились в два раза НАТО. Чтобы оружия не было в Украине. Теперь оружие в Украине будет больше, чем где в какой-либо другой стране современного. Может быть только у Талибана еще. И опять же получается, что это не получается. И в конце концов вот у нас уже мы пришли к такой завершающей стадии. У нас во всем в этом виноваты... Угадай, кто ее? Кто виноват в этой стадии? Ну, американцы виноваты во всем, конечно. Нет, ну, американцы... А, евреи виноваты. Евреи, конечно, у нас виноваты. Евреи-нацисты. И вообще Гитлер был еврей. Ну, и Зеленский недалеко от него. Точно так же, как и Гитлер. И в Азове слушают нацистские евреи. Вот так все. Конечно, мог, конечно, с дуру это ляпнуть. Но потом же, через пару дней, у меня следующий день и Министерство иностранных дел подтвердило. Ну, и потом все. Но это уже, конечно же, с подачи Путина то есть. Когда российские евреи со мной всегда спорили, и меня ругались. Говорили, да, но зато Путин, он не антисемит. Я говорил всегда лучше, чтобы он был антисемитом. А вчера вообще Хамас приехал в гости. Ну, меняться опытом, наверное, или еще что-то, как бороться с сионистским фашизмом. Вот, приехали. Да, удивительно. И, конечно, это все происходит на фоне развенчания, мифа о непобедимости путинистической военной машины, пресловутой второй самой сильной армии в мире. Непотопляемость крейсера непотопимого, Москва, да. Все это, не сбиваемые самолеты пятого поколения. Ну, вот сейчас, я надеюсь, все-таки парад будет проходить, и мы все-таки увидим вот этот танк «Армада», от которого все в Пентагоне были в шоке и подавали в отставку. И была паника, потому что такой танк, ну, вообще, такого танка там «Меркова». И это все это... Ну, правда, в Украине мы не видели этого танка. Мы видели его Т-80. Тупой танк, просто такая, гроб на гусеницах. Кто-то сказал, что там даже деревянные табуретки внутри присутствуют, на всякий случай. Не удивлюсь, да. Да, Юр, скажи мне, то есть ты думаешь, что парад все-таки состоится, и у нас очень важный момент, мы смотрим на этот парад. Ну, как Россия без парада 9 мая, да? Ну, слушай, потому что, Юр, извини меня, что я тебя перебиваю, просто я уже... Ну, понимаешь, армия должна делать для того, чего эта армия была создана. Российская армия создана для парадов, и Северно-Корейская армия создана для парадов. Вот они будут, это у них будет исполнение прекрасное, будет красиво все, все будет очень шикарно. Люди поверят, что так, как они топают... Вот, например, израильтяне вообще не имеют парадов. У них армия, у них солдаты не умеют ходить, маршировать в строю. Ну, тупые. И не военные они, понимаешь? Не ходят они в ногу, не ходят они коробкой. А здесь будет все так хорошо, и в этом отличается... Люди верят, что такая вот боеготовность у них... Будут показывать опять того, чего нет. Я сейчас вспомнил интересный эпизод, ну, собственно, малюсенький эпизод. Ну, наверное, те, кто смотрит на российских генералов последние 11 лет, поражаются размером их фуражек, да, огромных. И на моем веку было это событие вот так вот повернуто, когда вдруг было объявлено, что фуражку можно делать офицеру любого размера. И я, еще будучи пацаном тогда выросшим на фильмах о Великой Отечественной войне, Чапаев, «Неуловимые мстители», все эти истории для меня были очень живые. Я жил возле военного училища и, в общем, вырос, собирая там стрельные гильзы, бегая, пытаясь преодолеть полосу препятствий. Ну, в общем, особых успехов в этом отношении у меня не было. Сполосу препятствий. Трудновато это все было. Но я удивлялся, я смотрел на эти фуражки огромные, и я думал, господи, как это похоже на фашистские фуражки. И я думал, что это случайность, какой-то поворот такой идиотической истории. И вот сейчас мы видим, как из этого маленького микроба выросло абсолютно, ну, я бы сказал, гитлеровское поведение российской армии в Украине. Помноженное еще на то, что это называют братоубийственной войной. И символика, конечно же, с этими зетами, с этими эсэсовскими молниями. Но это, можно сказать, сейчас они, конечно, подражают очень много нашему, как они носят оружие, как они береты кладут, как у нас. И фуражки они стали делать меньше, а не как в Южной Америке, на которых можно вертолет посадить. Но парад, я знаю, еще при мне, когда я был в Москве, служил, и нас приглашали на эти парады, мы всегда немножко смеялись. Они говорят, ну, пошли посмотрим на все, чего у них нет. То, что мы там увидим, этого точно у них нет, потому что они будут это показывать. А вот что они не показывают, вот это может быть. Ну, а сегодня мы видим по их действиям в Украине, по мастерству военному в Украине, как вот они себя ведут. Но 9 мая уже отменили в Израиле, так что это уже не праздник. Вот, знаешь, добились своего День Победы со слезами на глазах. И уже единственная страна, которая какой-то нейтралитет там держала, что-то с Россией, потому что у них у самих огромные проблемы и с терроризмом, и сами сейчас люди гибнут. То уже, я думаю, тоже урок Израилю был, что не надо с крокодилами общаться. С людоедами нельзя общаться, нельзя с ними найти общий язык, как ты не хочешь остаться в стране, они первые тебя и съедят, потому что ты близко к ним стоишь. Вот Израиль стоял к ним близко, вот тебе, пожалуйста, вот тебе результат. Оказывается, они фашисты. Юр, можно ли назвать, вот это такая кровоточащая тема, можно ли назвать то, что происходит между Россией и Украиной, братоубийственной войной, гражданской войной, как это пытаются сделать некоторые западные комментаторы? Ты знаешь, мне сложно судить, поэтому явно культуры близкие, в том смысле, что я не могу лично там отличить внешне русского от украинца. Если только, ну уже, будучи сейчас в Украине так долго, я, конечно, смогу после какого-то разговора с ним, после тестового вопроса, чей Крым там, или еще что-то. Полянецца? Полянецца? Полянецца я не могу. Полянецца, ты не можешь. Да, это понятно. Но это не решает украинцев. Украинцы приносят, что полянецца правильно или неправильно. Это глупость. Конечно, это такая анекдотическая. Но, ну смотри, я не... Конечно же, там есть братоубийственные, потому что и Крым, и Донбасс, Луганск, Донецк, это Украина. И люди с Донецка и Луганского, они воюют против Украины. Я считаю, что да, это братоубийственная война, это людей, которых используют и так далее. Но и она очень кровопролитная, конечно. Она кровопролитная. Дело не в... Дело не в... Я думаю, что тут дело не в братоубийственной войне, здесь дело в предати. Это не просто война. Там между немцами и советскими это была война. Между арабами и израильтянами это тоже война. Каждый своего рода. Там нету... А здесь предательство еще присутствует. Понимаешь? Тут не просто война, тут предательство. Потому что и то, что было и с Будапештским меморандумом, с передачей ядерного оружия, то, что Россия доверяла, то, что Украина доверяла России. И, знаешь, как бы тоже братские народы. Лучше с ними были тесные отношения, родственные отношения, бизнеса много между ними было. И вдруг в самый уязвимый момент в Украине Россия дает и ударяет своего брата ножом в спину. И аннексирует Крым. И начинает войну на Донбассе. И, конечно же, это, наверное, еще тяжелее, чем сама вот эта горячая война. Вот это вот предательство со стороны России. Да, это совершенно, конечно, потрясающий поворот мировой истории, которого... Ну, ты знаешь, как выглядит в этой ситуации Байден, который предрекал эту войну, а мы ему не верили. Что им двигало, как ты думаешь, когда он говорил и переносил даты? Во-первых, предрекал, они говорили, что это американская разведка. Теперь мы сегодня узнаем, что это вот наша гениальная разведка, которая тоже вдруг говорила, что 72 часа или 48 часов Украина будет удерживаться. Поэтому увели посольство, поэтому дали открыть. Сказали, если большое внедрение будет, это одно. Зархват, если не очень большой, это другое. Он, в принципе, приглашал Россию, давал зеленый свет. Сразу же предложил президенту Зеленскому покинуть Украину. Он даст убежище в Соединенных Штатах Америки. Потом началась война, он еще раз ему дал. Потом они увидели, что нет, украинцы дают отпор, сильный отпор. И что он делал? И он... Стали они решать что-то, что-то надо делать. Украина выиграет, видит, что Европа включилась. В основном Великобритания начала, взяла это флагманский передок и стала помогать Украине. Украина стала давать отпор, сильный отпор России. И прошло 72 часа, это не работает. Потом мы узнаем, почему они это все сказали. Оказывается, теперь господин Бернс, наш глава ЦРУ, бывший посол в Москве, друг Путина, он, когда ездил туда, он в одной из своих лекций в университете сказал, что когда он был в России, ему Путин сказал, что мы нападем на Украину, мы будем защищать, мы отобьем то-то, 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 мы пробьем коридор. Это все займет 72 часа, потом мы сменим власть там, быстро мы сразу же высадимся в Киеве, сменим власть, забирайте себе этого Зеленского, этого клоуна, этого. И будет более дружелюбно, и тогда будет мир, и все, и спокойно, и мы поделим это все. И Бернс, прилетев в Соединенные Штаты, это сказал, ну, конечно, можно назвать, что он разведка, так как он глава ЦРУ, хотя он не разведчик. И он докладывает это Байдену, и Байден нам рассказывает, в принципе, то, что сказал Путин. Он нам передает Путину, 72 часа простоит, там, или 42, ворит 7 часов, что внедрится, что в Киеве власть будет заменена, поэтому надо вызывать Зеленского к себе, но это все не сработало, как они спланировали, сработали наоборот. Оказалось, что дали отпор. Теперь что-то надо делать, и общество, и мировое общество, и американское общество говорит, делать надо что-то делать. Байдену это было выгодно, потому что он что-то тут прятал, ему не нужна была Украина, поэтому он никогда посла не прислал сюда. Ему что-то нужно было от Зеленского, чтобы, наверное, расследования не было, не знаю, его сына и его, поэтому это было хорошо, чтобы Украину, знаешь, раздербанили на куски и все. Не прошло. Теперь наш Сенат 6 апреля, месяц назад, голосует за то, чтобы дали ленд-лиз. На следующий день, 7 февраля, это должно пойти в Нижнюю палату, в Конгресс, там голосует, но госпожа Пелоси на этом сидит и не дает. На следующий день Конгресс уходит на каникулы, на две недели, хотя в этот момент, сразу как Сенат проголосовал Байден, мог сделать экзеки реформ, подписать это и войти в закон ленд-лиз. И тогда бы уже пошло. Каждый день украинцы гибнут, каждый день гражданское население гибнет, каждый час россияне имеют время перегруппироваться, наполнить опять свои войска и оружие создать. И выходит, а он ничего не делает, сидит. И две недели прошло, Нижняя палата вернулась, туда уже напихали всего и ковид, и границы, и все, республиканцы голосуют против, 10 республиканцев проголосовали. Потом опять это идет, уже неделя еще прошла, это уже три недели прошли. И в конце концов голосуют, и ленд-лиз проголосовала Нижняя палата Конгресса. 10 республиканцев проголосовали против этого. И вот теперь разносит. Из 211 конгрессменов республиканцев 10 проголосовали против. Один, по-моему, даже проголосовал, потому что он хотел, чтобы ядерное оружие дали. Остальные, видимо, потому что когда пойдет ленд-лиз, это будет в военной индустрии начнет работать очень много, и каждый хочет в своем штате. И, видимо, те штаты, которые не получили этого, они проголосовали против. Это внутренние разборки между ними. Конечно же, от демократов этот бизнес не получили республиканские штаты. Но неважно, это ничего не значит. Все равно проголосовали. И вот они концентрируются теперь на этих 10 республиканцев, что вот это трамписты, опять они воюют все с Трампом. Но ни в коем случае не президент Байден. И уже прошла еще неделя, и он до сих пор не подписал. Я когда-то шутил, что он, наверное, ждет дату, чтобы к какой-то дате привязать, как он сказал, наверное, к 9 мая, к Дню Победы. Но похоже, что если он уже к Дню Победы пусть подпишет ленд-лиз, чтобы уже начало что-то работать, чтобы украинцы стали получать. Потому что это все замедляет. Теперь вопрос. Затем он это делает? Почему он не подписывает ленд-лиз? Вот что он ждет? Вот я хотел тебя спросить, как раз твои соображения на эту тему. Потому что вот какого он может дождаться дела, так сказать, выбирая приличные выражения, ведя себя таким образом? Вот эти затяжки такого посредственного двоечника, который не хочет делать то, что он должен делать. Что он может высидеть? Он думает, что Путин повернется и уйдет? Приезжает госпожа Пелоси, да, третий человек во власти. То есть, если не будет президента, становится президентом вице-президент. Если вице-президента не будет, становится президентом спикера of the house, госпожа Пелоси. Вот она третий человек во власти. Она приезжает, взяла с собой только демократов. Ни одного республиканца не взяла. Неслыхано тоже. Правда, президент Зеленский, видимо, очень умный и остроумный человек. Он ее награждает орденом Святой Ольги, по-моему, третьей степени. Третьей степени. То есть, она третья. Я так это читаю. Это остроумно. И что она приезжает? Для чего? Что вот она привезла с собой? Она еще ничего не сделала. Она еще не провела этот билл до конца. Я считаю, что они торгуются. Вот мое впечатление. Я просто другой причины, почему он не подписывает, а присылает. Анжелина Джоли приехала. Они просили Джувелины, а они прислали ей Анжелину Джоли. Он еще плохо слышит ко всему. Но что она приехала? Чего они едут? Что? Я считаю, что они торгуются. Они торгуются, что мы тебе подпишем, если ты сделаешь что-то, то-то и то-то. Вот вся еда у нас. Вот все. Ты голодный. Ты умираешь с голоду. У нас столько еды. Мы тебе дадим. Но ты должен нам пообещать, что ты будешь хороший мальчик. Что ты будешь себя вести хорошо. Иначе ты не получишь. Иначе мы будем тянуть, тянуть, тянуть. У нас еще после этого, после подписания, есть 60 дней организовать. Это все. Закон, да, будет у нас. Это все к ноябрю надо сделать. Ну и, конечно же, чувствуют, что победа. Вкус победы есть. Поэтому эту победу надо присвоить себе. Демократической партии. Вот видите, как мы ему помогли Украине. И вот Украина победила эту мразь, эту мерзость, эту опасность в мире. Благодаря нам, демократам. Благодаря президенту Байдена. И это так идет. Это так и продолжается. И по всем украинским СМИ это идет. А я считаю, что они пытаются заломать Зеленского. А он не подается. Что, мол, расследования у Байдена не будет. Его сынишки расследования не будет. Что в коррупции они здесь не участвовали. Вся эта демшиза. И вся эта российская демшиза все это поддерживает. И ни на одном канале они не задают это вопрос. Почему он так затягивает? Почему он его? Что его останавливает сейчас подписать? Или неделю тому подписать? Или месяц тому подписать? Чтобы пробили это окружение и убийство людей в Мариуполе. Дать оружие, чтобы они смогли разорвать это кольцо. Нет. Чего он ждет? Чего он ждет? Ну, все вот эти демократические силы, вот все эти левые. И когда меня зовут на какой-то канал более не менее популярный в Украине. Как только я это упоминаю, меня сразу перебивают, сразу затыкают рот. Не дай бог, если я упомяну Сороса, то все. Больше на этот канал меня никогда не пригласят. Поэтому, когда ты говоришь, я очень популярный. Не очень я популярный. Не настолько я популярный. Потому что не приглашают и не хотят. Или сначала приглашают, потом отказываются. Они уже услышали, что я сказал на другом канале. Все, они отказываются. Ну, под разными предлогами поменялось. Там то поменялось, все. И так далее, и так далее. Вот даже сегодня приведу тебе пример. Я слушал программу с Белым Кэтс. Этого Христоса. Да, он очень грамотный мужик. Он очень аккуратно говорит. Вот он настоящий такой разведчик. Ну, так же, как и Арестович. Но Арестович не может критиковать сегодняшнюю власть американскую. Потому что он представитель президента Украины. Но я могу, и ты можешь. Мы граждане в Америке. И пока что у нас демократическая страна. И мы можем критиковать нашего президента сколько нам угодно. И вот Христос из Белым Кэтс, его Гордон спрашивает. Ну, вот смотрите. Да, большое спасибо Америке. Он говорит. Большое спасибо Великобритании. Большое спасибо европейцам. Хотя самолетов еще нет. Превосходства в небе у России. С-300 нет. Небо не прикрыто. Поэтому идут вот эти обстрелы городов украинских. Гражданского населения. Где самолеты? Почему которые самолеты два месяца тому назад в Мидии хотели летать? Еще не в Украине. Что останавливает? Почему С-300 нет в Украине? Которых Словакия давным-давно хотела дать тоже нет. Они говорят, что есть. Прислали какие-то там 19-19 или сколько-то хауцерс. Гаубиц. Гаубиц. Но это недостаточно. Это даже недостаточно разорвать кольцо. Но все время будут говорить, нет, вот идет помощь, идет помощь. Идет. Но очень мало. Это все капли идут. Нужен land lease. Чтобы пошло все. Включая противогазы. Антидоты. Потому что я, например, думаю, многие со мной согласны. Начальники, что он использует химическое оружие до того, как он использует какое-нибудь ядерное. И все это нужно Украине. И вот Гордон спрашивает его. Спасибо большое. Спасибо. Он говорит, но все равно Россия получает миллиард долларов в день от западных наших партнеров. Покупателей. Покупателей за газ и нефть, которую экспортируют. Да, в течение полугода, в течение года они будут это уменьшать. Но пока что Украина проливает кровь. Пока что за эти деньги он может купить еще, построить крылатых ракет. Он может еще воевать. Эти же деньги идут на войну. Так почему? Он говорит, что нужно сделать, чтобы эти деньги прекратились и прекратить платить эти миллиард долларов России в день. Вот, Юр, я тебя спрашиваю. Ты не экономист, ты не глава Беланкетс. Ты не тот человек, который каждый день выступает и знает все про все. Ты такой обыкновенный человек, недалекий. Я знаю Юра Табаха. Да, ты знаешь лучше самого умного человека, которого ты знаешь. Юрия Табаха. Это уже показалось. Я считаю, что мне повезло. Да, это уже небольшое показание. Это показывает тебе, что ты человек недалекий. Вот я тебя хочу спросить. Что нужно сделать, чтобы Россия не могла торговать своим газом и нефтью по этим ценам и всего? Что нужно сделать для этого, чтобы остановить? Вот Гордон не знает. Да, ну положение Украины не позавидуешь в пропагандистском плане. В этом отношении они... Ну вот что нужно сделать? Что нужно сделать? То, что говорила Сара Пейлы нужно сделать. Дрил, дрил, дрил. Добывать нефть в Америке. То, что было при предыдущей администрации. Начните качать нефть и газ в Соединенных Штатах Америки. Опустите цены. И мы будем самым большим экспортером нефти и газа. Как уже были. И в Украину. Как это было в 2020 году. Ну в 2021 году, в январе, это прекратилось. Потому что наложили санкции на наш северный поток, Кистон Стейт. Запретили нам качать нефть. И все. И цены пошли вверх. Верните. Вот я же тоже небольшой неумник. И ты неумник. А вот Гордон не знает. Ну ты секрет это не разглашай. Ты же военный человек. Что ты всем говоришь, что мы неумные, Юра? Хотя я не знаю, сколько раз я просил Дмитрия Гордона. Давайте обсудим это. Давайте обсудим. Но он считает, видимо, не он, не Фейган. Они не считают меня, не держат за авторитет. Потому что я тупой солдафонный, трампист. О чем со мной можно говорить? Ну вот, ребята, вы не знаете, что нужно сделать для того, чтобы цены на нефть упали и чтобы перестали у России закупать нефть? Правда, Дмитрий Гордон? Я понимаю, что он не смотрит эти передачи. Ниже его достоинства слушать таких мелочек, как мы. Но я же несколько раз его видел. Несколько раз я задумываю. Нет, нету времени. Как только упоминается слово Трамп, еще не дай бог, Сорос, все. На этом закрыто. Дискуссия закрыта. На любом канале, с любым знаменитым человеком, с которым ты разговариваешь, из России, из Советского Союза. Закрыта эта тема. Вот говорить гадости на Трампа можно, говорить гадости на Путина можно, на Байдена нельзя. Критиковать его нельзя, ну и не дай бог, Сорос. Все закрыто, тема закрыта. Юр, очень хочу помериться трампизмом с тобой и сообщить такую новость, если ее не уловили наши слушатели. Прошли предварительные выборы по партийной линии. То есть республиканцы выдвигали своих кандидатов, демократы выдвигали своих. Они друг с другом состязались на право быть номинированными на следующий этап выборов, уже межпартийных выборов, общих выборов. И все говорили о том, что президент Трамп потерял свое волшебное прикосновение, как это называют на английском языке, и что его силы уменьшаются политически, и что он никуда уже не годится, и что надо найти новых людей, которые не будут говорить глупых вещей, не будут писать в Твиттер или в другие какие-то социальные сети. И Трамп, тем не менее, поддержал 55 кандидатов, дал свой персональный, то, что называется, эндорсмент. С каким счетом закончились предварительные выборы для республиканской партии? Его, те, кого он поддержал, были выбраны от начала и до конца. Матч закончился со счетом 55-0. Вот свидетельство силы Трампа. Так что не надо нам рассказывать. Те, кого они... А поэтому они продолжают с ним воевать? Поэтому они продолжают... И если что, чуть что, они говорят, о, опять он со своим Трампом, о, опять это... Причем-то, во-первых, Трамп не мой и не твой. Мы говорим только факты, что Трамп сделал, и все. Но этого недостаточно. Он дурак, идиот, и как можно его любить? Или как можно... А вы объясните, почему нет? Объяснить никто не может. Ни Дмитрий Гордон, ни господин Фейган. Он же, господин Фейган, большой юрист. Это его профессия, это объяснять и доказывать обратное. Но ни один из них не может. Ну и Пинковский там, и все остальные. И правда, они сейчас говорят не очень хорошо о Байдене. Хотя раньше Байден при Де, порядок на ВИДе. С чего, почему задавались вопросы? Никакого ответа невозможно было сделать. Но сегодня, давай не будем терять фокус. За это, за все расплачивается Украина своей кровью. Своей кровью самих лучших из лучших. И когда они говорят, да что там там Америка, да какая нам разница? Вот разница. И когда говорили, любой ценой надо избавиться от Трампа, чтобы Байден стал президентом. Вот эта цена, эту цену, за эту цену платят украинцы. И до сих пор платят, потому что ленд-лис, опять же, ленд-лис не подписан. Они будут кричать, что Трамп бы вообще ничего не дал. Хотя Трамп давал все. При нем они получали то, что они просили. А здесь нет. Не все равно они будут говорить, он бы тогда вообще бы сдал. Хотя все факты показывают, что они поделили, договорились. И об этом говорит глава нашего ЦРУ, господин Бернс. После встречи с Путиным. Он это рассказывает, не я. Как это все было поделено. И все равно доказать им невозможно. Нереально. Юр, говоря о всемогущей американской разведке. Вот была новость вчера, она была новостью номер один вечером на веб-сайте New York Times. Сегодня утром она была новостью номер два. Это то, что американская разведка дает данные украинским войскам, благодаря которым 12 генералов были уничтожены. Как сообщает New York Times. Может быть, может нет. New York Times, мы знаем, что такое New York Times. New York Times также докладывала, что Голдомора нет в Украине в 20-е годы. New York Times также в 40-е годы говорила, что никакого Холокоста нет. Слушать New York Times, это пить из... Из помойки. Из помойки, да. Но я так скажу, наверняка наша разведка что-то делает. Я не знаю, допуска у меня нет к этому. И у New York Times тоже к этому допуска нет. Если эта разведка делает, она это делает очень скрытно. Ну, конечно, ты можешь пригласить к себе господина Пентковского, он тебе расскажет, как наша разведка работает. Что на самом деле в Пентагоне происходит. А господин Швец, майор Швец вообще скажет, что он разговаривал, он звонил в Белый дом, он разговаривал с главой нашей разведки, потом позвонил главе украинской разведки, он, в общем, их свел вместе, и они теперь могут общаться и делиться информацией благодаря его. Ну, я думаю, что орден ему минимум как уже светит. Я не знаю, у меня, прослужив 30 лет в вооруженных силах США, у меня такого допуска нет и не было никогда. И об этом знают единицы людей. Какие боеголовки на наших подводных лодках, опять же, экспринт Пентковский знает, он об этом рассказывает. Я думаю, что многие, которые служат на этой подводной лодке, понятия не имеют, какие боеголовки на ней находятся. Это, опять же, очень, что мы называем компартаментал, очень узкий круг людей, которые про это знают. Ну, люди хотят рассказывать, много просмотров, много лайков, много подписчиков, это деньги, это слава, это все остальное, я их понимаю прекрасно, но я так не могу. Поэтому я уверен, что сегодня украинской разведке помогают многие. То, что New York Times напечатал, они не открыли Америку. Чем помогают, я не знаю. Каждый помогает по-своему, наверное. Кто-то дает это, кто-то дает то, где-то они координают. Потому что явно украинская разведка знает очень много. Она знает, где, что, когда. Это видно по крейсеру Москва, это видно по десантному и транспортному кораблю Саратов, который они тоже потопили и взорвали. Это видно, как они взяли Медведчука. Это такие, они соревнуются с израильскими уже, с израильтянами в этом ходе. Это очень грамотно, очень хорошо, как они подбивают, как они ловят их. Это, конечно же, в первую очередь. Я не знаю, кто дает эти данные украинской разведке. Но украинская разведка, с моей точки зрения, опять же, я не знаю всех деталей. Но то, что я вижу, украинская разведка на пятерку работает. На пятерку. Конечно, есть и ошибки, есть и промахи. Все это есть. Война – это туман, это энциклопедия обмана и неудач. Это все есть. Но если вот так смотреть со стороны, то, конечно же, украинская разведка работает очень хорошо, прекрасно. Честь и хвала им. А кто им помогает, я тебе скажу, кто им помогает в этом разведке. И, наверное, больше всего помогает та разведка, которую мы даже не подозреваем, что они им помогать могут. Та страна и те разведки, про которые мы, если нам сегодня скажут, мы сильно удивимся, скажем, правда. А мы думали, они вообще им по барабану, они никакого отношения к Украине не имеют. Так что сама идея разведки, ну, про ту разведку, про которую мы говорим, это то, что такие люди, как мы, должны меньше знать о ней или вообще ни хрена про нее не знать. Ну, кроме, опять же, вот Янковского, там, Швеца. Эти люди, они знают, у них связь есть. Да. Друзья мои, в гостях удаст капитан первого ранга в отставке Юра Табах, военно-морской флот США. Юра, вопрос напоследок. Извини, пожалуйста, извини, пожалуйста. Об этом прекрасно, вот я никогда бы так не смог выразить этого, в своей вот крайней или последней программе говорит Марк Солонин. Вот он в своей, сегодня, по-моему, она вышла, он говорит об этом в своей программе, в конце программы. Я рекомендую всем послушать. Поэтому Марк Солонин отказался выступать на всех СМИ. Он сказал, потому что это невозможно, потому что с этими экспертами там, это нереально. Это все делается как коммерция, для коммерции. Правды там нет. И это клуна, это цирк. И вот он очень здорово раскладывает рекомендую всем послушать Марка Солонина. Юр, кого бы ты еще порекомендовал? Тебя можно найти на YouTube, да, и подписаться на твой канал. Да, да, Гарри Табах, или Герри Табах, или Юра Табах, можно, да, на мой YouTube подписаться. Ну, а я слушаю очень мало кого я слушаю. Я пытаюсь, ну, разговаривать больше со своими сослуживцами, с которыми я служил, или с теми, с кем я дружу близко и кто на фронте находится в Украине. Также я хочу призвать некоторых гостей, которые выступают у знаменитых людей, как у Юлии Латыниной, у Фейгана, даже у Марка Солонина, быть более осторожны. Некоторые из них выдают информацию, которую бы я не выдавал бы. Это неправильно. Это неправильно. Точная она или не точная, я не знаю, но она точно неправильная. Это нельзя говорить, потому что вы подставляете украинские войска, Украину этим. Но это я просто их призываю. Каждый делает, что он хочет. Конечно, я думаю, что не со зла многие это делают. Опять же делают, чтобы создать сенсацию, знаменитость, чтобы ими восхищались. Это такой есть человеческий фактор. И особенно те, которые очень быстро сейчас стали знаменитыми, у них миллионы просмотров, они правда начали верить, что они что-то знают, потому что столько людей их слушают. А их людей столько слушают, потому что это интересно. Это клоунада, это театр. И они начинают верить в то, что они правда это могут. Правда могут лечить руками, правда могут читать мысли на расстоянии. И все это они начинают в это верить, потому что так много людей ими восхищаются. Я люблю слушать, конечно же, Андрея Николаевича Иларионова. Он специалист, он ничего не придумывает. Он говорит факты, но неинтересно. Поэтому он неинтересно. Я люблю слушать Марка Солони. Ты иронизируешь, да, неинтересно, когда говоришь про Иларионова? Интересно. Если вы хотите развлечения, то Пиньковский намного интереснее. Пиньковский может уже вам сколько, 15 лет говорить, что это последний месяц, что Путин у руля, Путин умирает. И уже 15 лет люди слушают это. Почему? Интересно. Это очень хочется это слышать. Иларионов говорит фактами и говорит просчетами. Он все просчитал. Он счетовод. Он все просчитывает. Он говорит, это не очень интересно, но это грамотно. А грамотного человека, профессора, не очень интересно слушать. Меня не очень интересно слушать. Я понимаю. Если только я там какой-нибудь анекдот не расскажу. А Марк Солонин технически очень интересно все рассказывает. Все прекрасно он рассказывает. Но опять же, я думаю, что многие с ним не согласны. Потому что они не понимают даже, о чем он говорит. Он правда очень умный человек. Кого интересно слушать? Арестовичу очень слушать интересно. Алексея Арестовича. Он явно разведчик. Он явно говорит очень такую информацию, которую все уже прекрасно знают, по большому счету. Но он ее преподносит интересно. И он так рассказывает, что успокаивающе. Людям нравится, что он говорит. Потому что это такое успокаивающее. Но он ничего лишнего не говорит. Он ничего не придумывает. Он только проверенную информацию говорит. И, допустим, вот вышла информация, что... Вот я просто как пример привожу. Информация вышла, что в Мариуполе предатели на этом заводе. Какой-то электрик рассказал, как катакомбы там поставлены. И поэтому россияне пошли и начали это атаковать. И заходят в катакомбы и все знают, что там есть предатели. Нет, это так не работает. Во-первых, один предатель не может быть. Это должно быть много разных источников, которые сверяются. Потому что если он один, или даже их два, они могут это делать специально, чтобы вы попали в ловушку. Это должны быть схемы нарисованы. Это все не так просто, как люди преподносят. И поэтому это надо проверять. Надо проверять много раз и изучать. Иначе операция провалится. То же самое с крейсером Москва. То же самое и так далее. То есть с поимкой Медведчука и так далее. Но это надо изучать. И опять же, Дмитрий Гордонов сказал, что Медведчука нет в стране. Его смотрят миллионы людей. Миллионы людей, наверное, верят, что его нет. Вы же сказал Гордон, он же врать не будет. Только через несколько дней украинские спецслужбы его ловят в Украине. Поэтому эту информацию выдавать надо только проверенной. И то не как факты. И вот Арестович это делает очень профессионально. Поэтому его интересно слушать. Во-первых, он интересно рассказывает. Он психолог. И он знает эти вещи. Иногда я люблю слушать Юлю Латынину. Опять же, там у нее некоторые специалисты. Она же не специалист. Она пытается вникнуть. И ты не можешь быть специалистом во всем. Иногда они говорят вещи, которые, конечно же, неправильные. Там тоже придумывали. А ее просто я люблю слушать, потому что она философ. Да, она дает перспективу. Но я должен сказать... Те, которые она учат, которые она соображает, она интересно рассказывает. Никто не дает перспективу историческую лучше, чем Михаил Ильич Веллер. Как ты думаешь? И я, конечно, хотел бы в заключении сделать такой, знаешь, взрыв Веллер. Конечно же, уважаемый Михаил Веллер, это философ из всех философов, думаю, войдет в историю мировую надолго. Его будут цитировать, его будут изучать. Конечно же, так как он объясняет мировой взгляд и мировую политику, конечно же, это гениально. Это человек гениальный. И я очень люблю его слушать. Поэтому вы его тоже не видите ни на каких каналах, потому что он говорит правду. Он говорит правду, он ее рассказывает интересно. И этот мировоззрение, он может повлиять на миллионы людей, на их мировоззрение. Чего не хотят, конечно же, главные СМИ. И поэтому его пытаются изолировать как можно больше. Поэтому я считаю, что нормальные люди, если они хотят, они могут его называть сумасшедшим, они могут его обзывать как угодно, но человек смотрит на вещи, ему дано что-то, что Бог остальным нам не дал. Есть гениальные люди, а есть люди одаренные. Вот Бог их одарил чем-то. Вот Веллера он одарил. Я не знаю, это хорошо или нет. Я уверен, что сам Михаил Веллер мучается от этого, наверное. Но то, что он одаренно гениален, он часто влияет на мое мышление. Ты знаешь, Черчилль сказал, очень много цитат атрибутируется Черчиллю, Уинстону Черчиллю, гениальному лидеру Великобритании во время Второй мировой войны, который на самом деле не произносил эти слова, которые говорят, вот как сказал Черчилль. Но что он сказал на самом деле, прошу прощения, это то, что те, кто могут смотреть на много веков назад, также могут смотреть и на много веков вперед. Это то, что мы видим на примере Михаила Веллера. И его книга «Новый остров для белых», я не единственный, кому он доверил предлагать ее бесплатно, потому что судьба русскоязычной литературы сегодня в России практически невозможна, если это не посвящено Путину. А на Западе все-таки ограниченный круг людей может ее прочесть. Но если меня найдете, дорогие друзья, это задание вам домашнее, найдете меня, напишите мне e-mail Юре Дашевскому, попросите бесплатно, я вам пришлю PDF, копию его книги, то, что он меня попросил делать. Юра, огромное тебе спасибо. Кстати, он пообещал, что он мне пришлет ее, но, видимо, забыл, так что ты пришел. Если ты из моих рук примешь, я тебе пошлю. Ну, он, видимо, позабыл. Я хочу еще заметить одну вещь, что Михаил Веллер никогда не просит ни подписываться на него, ни лайков ставить, ничего. Явно он делает очень много бесплатно, отдает он очень много энергии и сил, и ничего обратно не просит в ответ. Так что да, я бы с удовольствием почитаю его книгу. Есть, имеешь. Дорогие друзья, огромное вам спасибо. Без паники, говорит капитан первого ранга в отставке военно-морского флота США Юра Табах и Юра Дашевский, скромно из Бруклина. До встречи в следующий четверг.